Субтитры создавал DimaTorzok Я позволю тоже добавить «ты» про кино В общем, короче, он как-то действительно помог и такое плодотворное сотрудничество сложилось Можно я одну историю расскажу короткую? Понятно, что так или иначе даже проект «Катериация» не имеет жестких границ формата История к нам в середине съемочного периода, который занял 12-13 дней нашей жизни на майские праздники в прошлом году Появился замечательный человек, наш питерский друг Мурзенко Костя Костя, который приехал, увидел вот этот кинопоезд, там где-то на обочине припаркованной в этой Кандалакше В этом районе, где горы, леса, мхи какие-то там, красота, море, это северное Вот, и он вышел из машины, увидел все это, меня в этом гриме с машиной Сказал, вот те люди, которые сейчас отдыхают в Дюбае, они думают, что они хорошо проводят время И они красиво живут, вы красиво живете Вот, поэтому мы действительно очень хорошо провели время Если это еще и как бы имеет какой-то звездыский отлик, мы просто счастливы А скажите, пожалуйста, а что-то вы внесли сами в ваш образ, что-то, может быть, новое, какие-то шутки появились Я не помню, год прошел уже, к сожалению Нет, я старался придерживаться авторского текста, потому что, когда автор является еще и режиссером Он особенно внимательно следит за произнесением всех реплик до запятых Поэтому я даже не помню, была ли у меня такая свобода Я позволю себе закончить этот следующий вопрос Я вообще ничего не помню изнутри, потому что это, конечно, большое испытание Я, как режиссер, очень много мучил артистов Очень много мучил артистов, действительно И часто они говорили о том, что я их мучаю И всегда артистам кажется, что режиссеры их мучают И я, на самом деле, во многом, вот, теперь, конечно, имею право Любой актрисе и любому артисту сказать на любую претензию По поводу того, что неудобный костюм, грим или прическа не нравится Скажите, я был в шкуре снежного человека Поэтому молчите и выполняйте все, что нужно выполнять Я позволю себе закончить предыдущий вопрос Как все начиналось У нас в декабре 2009 года была премьера фильма «Кошечка» Где Гриша со сцены перед двумя тысячами людьми сказал, что Саша его муза А, да, за базар пришлось Да, на следующее утро он проснулся, говорит, человек ответственный Рассказал, что надо что-то делать Ну и вот родилась такая история То есть Гриша встретил Сашу Так все началось А вообще проект сначала назывался «Обезьяна» И Андрей меня все время теребил Новиков, он говорит, ну давай пиши «Обезьяна», давай пиши «Обезьяна», давай пиши «Обезьяна» Ну как-то вот она не писалась, не писалась, не писалась Вот он так рак Оп, и написался Истина Павлович А, дело в том, что ты меня просто подставил сейчас Рассказать, как все начиналось Начиналось все не с меня Я думаю, вы уже рассказали, как все происходило У меня началось все очень трогательно Саша Стриженов позвонил и сказал Ты сейчас прочитаешь сценарий А потом завтра ты его прочитаешь еще раз И только после этого это наш ответ Я прочитала сценарий Он ничего сначала не сообразил Я не поняла вообще, что это И на следующий день, так как девушка, я послушно и ответственно Я прочитала второй раз И поняла, что очень хочу встретиться с режиссером фильма Григорием Константиновским Я так понимаю, что Саша посоветовал все-таки меня попробовать на эту роль Спасибо ему большое, я очень благодарна Я посоветовал тебе попробовать грибы, во-первых Еще между первым произведением и вторым Ну, грибы как-то не удалось мне попробовать Не только, да? Ну, вообще, кастин-директора разного советуют Я когда писал параметры, кого я ищу И мне сказали, ну, конечно, бабушка Спасибо большое, хоть услышал, наконец Хотел, но он и Виктор Мордюкова Пожалуйста А можно я посещу Григорию? Григорий, вас настолько вдохновил фильм Я вот здесь перед вами Настолько вдохновил фильм, что вы выступили как художник И как музыкант И как автор сценария Или что-то по-прежнему? Мизыкономия, честно Ну, я просто многогранный человек Я вдохновлен по жизни Ну, музыку я и раньше писал Я первый Мне было, по-моему, 19 лет Я снимался Нет, не 19 Ну, лет 20 Я снимался в фильме В фильме Удали мои печали И вот я там написал, по-моему, две песни Еще тогда Ну, то есть я, как бы, всегда писал музыку Ну, как бы, это, наверное, мой полноценный композиторский дебют Но в прошлом фильме «Кошечка» я был художником-постановщиком Ну, как бы, мне нравится заниматься кино в целом, как сказала, драма Кристина Видел Потому что тогда на уровне сценария они казались Когда я стал складывать картину, я вдруг увидел, что гораздо интереснее быстро взять «Быка за рока» без долгих экспозиций Да, и сказать, что «Здравствуйте, в эфире «Нюжноуральдские новости»» Я Лариса Дубанова Ну, в двух словах расскажешь, что в экспозиции мама читала девочке, маленькой Ларисе, читала сказку «Аленький цветочек» И маленькой девочке интересовал вопрос, как она его, собственно говоря, поцеловала-то, когда он чудовищем был Она говорит, так он принцем стал Она говорит, ну, а когда она его целовала, он же еще чудовищем был И мама, не найдя ничего лучшего, ответила, вырастешь, поймешь Ну, вот, надо было вырасти и продолжать эти две недели на тайге, чтобы понять, собственно говоря, как можно поцеловать чудовища Ну, да Ну, картина понятна и так Это, как бы, такие экзистенциальные отсылки Которые зрители, ну, найдет в большом количестве и без того А то, что касается «В гостях у сказки» Ну, я уже давно говорю, что проект принадлежит не мне Была бы моя воля, я бы его закончил Он отснят, смонтирован, но там много компьютерной графики И озвучание еще нужно делать А права на материал принадлежат Александру Акопову, которые не имеют желания заканчивать картиру Либо возможности, либо желания, либо того и другого КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok